Привет, мой друг. Субтитры сделал DimaTorzok Третья дорожка второй кассеты. Весь третий акт, я думал об этом. Я решил, что непременно расспрашу Катю об ее отце. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернулся? После спектакля мы остались в полутемном зрительном зале подождать, пока в раздевалке станет поменьше народу. «Саня, что ж ты никогда не зайдешь?» спросила Марья Васильевна. Я что-то пробормотал. «Я думаю, что Николай Антонович давно забыл об этой глупой истории», продолжала Марья Васильевна строго. «Если хочешь, я поговорю с ним». Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоновича позволение бывать у них, и я чуть-чуть не сказал ей «спасибо, не нужно». Но в это время Катя заявила, что Николай Антонович тут совершенно ни при чем, потому что я буду приходить к ней, а не к нему. «Нет, нет», — испуганно сказала Марья Васильевна. «Зачем же? И ко мне, и к маме». Глава пятая. «Катин отец». Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк, и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца покойной. Вообще, кроме Николая Антоновича, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нем. Портреты висели во всех комнатах, но говорили о нем не особенно часто. В конце концов, мне надоело гадать, тем более, что можно было просто спросить у Кати, где ее отец, и жив он или умер. Я и спросил. Вот что она мне рассказала. Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она еще спала, он вошел в комнату и наклонился над ее кроватью. Он погладил ее и что-то сказал. «Кажется, посмотри, Маша, какая она бредная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе, ладно?» И Катька чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Но она не показала виду, что проснулась. Ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом светлом зале, за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от нее. А на ее месте теперь сидела бабушка, которая все вздыхала и говорила «Господи!». А мама в странном незнакомом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издалека подмигивала Катьке. За столом было очень весело, много народу. Все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «Ура!», когда он кончил. Бабушка снова пробормотала «Господи!» и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими-то моряками, и он на прощание высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми большими руками. «Ну, Машенька!» – сказал он маме, и они поцеловались крест-накрест. Это был прощальный ужин и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае 12-го года он приехал в Энск проститься с семьей, а в середине июня вышел на шхуне Святая Мария из Петербурга во Владивосток. Первое время все было по-прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно новая вещь – письма от папы. «Вот подожди, придет письмо от папы». И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю-другую, но потом все-таки приходило. И вот пришло последнее письмо из Югорского шара. Правда, оно было последнее, но мама не особенно огорчалась и даже сказала, что так и должно быть. Святая Мария шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега. Так и должно быть. И папа сам написал, что писем больше не будет. Но все-таки это было очень грустно, и мама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее. Письмо от папы – это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пирог, когда приходило письмо от папы. А теперь вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело, в жизни появились длинные скучные слова «так и должно быть» или «еще ничего и не может быть». Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, и мама с бабушкой все говорили и говорили, а Катька слушала. Ей давно хотелось сказать, наверное, его волки съели, но она знала, что мама рассердится и не говорила. Отец зимовал. В Энске давно уже было лето, а он все еще зимовал. Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она слышала, как бабушка однажды сказала соседке, «Все, говорим, зимует, а жив ли Бог весь?» Потом мама написала прошение на высочайшее имя. Это прошение Катька прекрасно помнила. Она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для оказания помощи ее несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия безусловно являлись народная гордость и честь страны. Она надеялась, что всемилостивейший государь не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради национальной славы. Катьке казалось, что высочайшее имя это что-то вроде крестного хода. Много народу и впереди архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это просто царь. Царь долго не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру. Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал, «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд». Потом в Энск приехал Николай Антонович, и в доме появились новые слова. «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шепотом. Но все как-то узнали об этом. И бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги, все, кроме мамы. «Никакой надежды». «Никогда не вернется». «Никогда не скажет что-нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой, что перед обедом полезно выпить рюмку водки. Ну, а если не полезно, так уж не вредно, а если не вредно, так уж приятно. Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никто не услышит, как он поет по утрам, одеваясь, что наша жизнь — игра». Никакой надежды. Он остался где-то далеко, на крайнем севере, среди снега и льда. И никто из его экспедиции не вернулся. Николай Антонович говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов — 1688 килограммов, окороков — 20, сухого бульона Скорикова — 70 килограммов, а сколько сухарей, макарон, кофе. Половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа — 40 килограммов, варенья, орехи. И все это было куплено на деньги Николая Антоновича — 80 чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках. Словом, если папа погиб, то без сомнения по своей собственной вине. Легко предположить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоновича, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на крайнем севере, и никто не знает, жив он или умер, потому что из 30 человек команды ни один не вернулся домой. Но у них в доме он долго еще был жив. А вдруг откроется дверь и войдет. Таким же, каким он был в последний день на Энском вокзале, в синем кителе, в твердом белом воротничке, открытом, каких теперь уже не носят. Веселый, с большими руками. Многое в доме было еще связано с ним. Мама курит. Все знают, что она стала курить, когда он пропал. Бабушка гонит Катьку на улицу. Снова он. Он велел, чтобы Катька почаще бывала на воздухе. Книги с мудреными названиями в узком стеклянном шкафу, которые никому не давали читать его книги. Потом они переехали в Москву, в квартиру Николая Антоновича. И все переменилось. Теперь никто не надеялся, что вдруг откроется дверь и войдет. Ведь это был чужой дом, в котором он никогда не был. Глава шестая. Снова перемены. Быть может, я не пошел бы к Татариновым, если бы Катя не пообещала мне показать книги и карты капитана. Я посмотрел маршрут, и оказалось, что это тот самый знаменитый северо-восточный проход, который искали лет 300. Наконец, шведский путешественник Норденшельд прошел его в 1878 году. Без сомнения, это было не очень просто, потому что минуло еще 25 лет, прежде чем другой путешественник, Вилькицкий, повторил его путь только в обратном направлении. Словом, все это было очень интересно, и я решил пойти. Ничего не переменилось в квартире Татариновых. Только вещей стало заметно меньше. Исчезла, между прочим, картина Левитана, которая мне когда-то так понравилась. Прямая, просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем. Я спросил у Кати, куда она делась. Подарили. Коротко отвечала Катя. Я промолчал. Николай Антонович вдруг язвительно добавила Катя. Он обожает Левитана. Должно быть, Николай Антонович подарили не только Левитана, потому что в столовой вообще стало как-то пустовато. Но морской компас по-прежнему стоял на своем месте, и стрелка по-прежнему показывала на север. Никого не было, ни Марь Васильевна, ни старушки. Потом старушка пришла. Я слышал, как она раздевалась в передней и жаловалась Кате, что все опять стало дорого. Капуста — 16 копеек, телятина — 30 копеек, поминанье — 40 копеек, яйца — рубль 20 копеек. Я засмеялся и вышел в переднюю. Нина, капитан, на лимон! Она обернулась с недоумением. «Лимон мальчишки не утащили!» «Саня!» — сказала Нина Капитонна и всплеснула руками. Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна. «Короток!» — сказала она с огорчением. «Не растешь!» Она побежала в кухню поставить молоко на примус и через несколько минут вернулась обратно. «Лимон вспомнил!» — сказала она и засмеялась. «А что ж, и тащит!» Она стала совсем старенькая, согнулась и похудела. Знакомая безрукавка зеленого бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у нее по-прежнему был бодрый, озабоченный вид, а сейчас еще и веселый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал. «Говорят, надо сырую гречу есть!» — уверенно сказала она. «И вырастешь!» «У нас венский попик был!» «Вот такой!» «Все гречу ел!» «И вырос?» — серьезно спросила Катя. «Не вырос!» Но голос у него гуще стал. А прежде был писклявый-писклявый. Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке. «Ах, убежала!» И она сама убежала. Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен, «В стране льда и ночь», потом «Лоции», «Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что-нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно, поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала, «Возьми что-нибудь. Хочешь?» «А можно?» «Можно!» Не глядя на меня, отвечала Катя. Я не стал остобенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, и принялся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук пять. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она называлась «Причины гибели экспедиции Грили». Я пришел к Татариновым нарочно с таким расчетом, чтобы не застать Николая Антоновича. В это время всегда происходило заседание педагогического совета, но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь. Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антонович появился на пороге. «Я тысячу раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми», — сказал он. «Тебе пора отвыкать от этих привычек». Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул. «Мы живем в человеческом обществе», — мягко продолжал Николай Антонович, «и одной из движущих сил этого общества является чувство уважения друг к другу. Ведь ты же знаешь, Катюша, что я не выношу громкого хлопания дверьми. Остается подумать, что ты это сделала нарочно. Но я не хочу этого думать. Да, не хочу». И так далее, и так далее. Я сразу понял, что он мерит эту галиматью просто, чтобы позлить Катю. Но прежде помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней. Он ушел, наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, все время, пока Николай Антонович говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги. Он ничего не заметил. Но я-то понял, в чем дело. Он не должен знать, что она позволила мне взять эти книги. Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушел в ту же минуту. Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антонович вернулся. «Возможно, что ты обиделась, Катюша», начал он снова. «Напрасно. Ты, без сомнений, отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек, и как педагог». Он мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух. «Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком, но ты, дочь моего покойного, любимого брата, ты дочь человека, которому я пожертвовал всем, не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью. Я подумал, что Николай Антонович с каждым годом жертвует покойному брату все больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, как нравственной, так и материальной. Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь». «Вот почему», — продолжал Николай Антонович, «я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша. Я устал после трудового дня, я имею право на отдых, а вот видишь же, говорю с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама, как по возрасту, так и по развитию». Катя молчала. Я видел, как ей это трудно, но у нее была сильная воля. Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг. Поэтому я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять, но он обозлился. «Я напомню тебе, Катюша», — ровным мягким голосом продолжал он, одну известную римскую поговорку. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если ты считаешь возможным вводить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда...» И Николай Антонович беспомощно раскинул руки. Я немного смутился, именно потому, что сделал это, вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя. «Это мое дело, с кем я дружу», — быстро ответила она и покраснела. «Надо полагать, что Нина Капитонна была где-нибудь поблизости, может быть, даже за дверью, потому что, как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, захлопотала, молоко вскипело. Не хочет ли Николай Антонович кофе? А то она только что с базара пришла, и до обеда далеко. Похоже было, что ей не в первый раз приходится прекращать эти ссоры. Катя слушала ее, упрямо опустив голову. Николай Антонович вежливо, но снисходительно. Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжелым чувством. Мне было жаль их, Марь Васильевну, старушку и Катю. Перемены в доме Татариновых ужасно не понравились мне». Глава седьмая. Заметки на полях. Валькиной грызуны. Старый знакомый. Это был последний год в школе, и, по правде говоря, нужно было заниматься, а не ходить на каток или в гости. По некоторым предметам я шел хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым довольно плохо, например, по литературе. Литературу у нас преподавал лихо, очень глупый человек, которого вся школа называла лихосел. Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске, и в ней проекцией ослиные уши. Лихо меня не любил. И вот по каким причинам. Во-первых, он однажды диктовал что-то и сказал абстрактно. Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся. Во-вторых, большинство ребят составляло свои сочинения из книг и статей. Прочтет критику и спишет. А я так не любил. Я сперва писал сочинения, а потом читал критику. Вот это-то и не нравилось лихо. Он надписывал «Претензия на оригинальничание слабо». Он, разумеется, хотел сказать «на оригинальность». Кто же станет претендовать на оригинальничание? Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет плохо. Для последнего выпускного сочинения Лиха предложил нам несколько тем, из которых самой интересной показалось мне крестьянство в послеоктябрьской литературе. Я принялся за нее с жаром, но скоро остыл, возможно, из-за книг, которые дала мне Катя. После этих книг мое сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным. Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андре и другие. Никогда в жизни я так медленно не читал. Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был совершенно согласен, то совершенно не согласен. Он спорил с Нансеном. Это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких-нибудь четырехсот километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лед сам решит задачу» было написано вдоль одной страницы. Я перевернул ее, и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан той же рукой. Вот он. Человеческий ум до того был поглощен этой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состоянием. В этом состоянии участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских, а между тем горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг. Должно быть, это был отрывок из какого-то доклада, потому что на обороте стояла надпись начальнику главного гидрографического управления и дата 17 апреля 1911 года. Стало быть, вот куда метил Катин отец. Он хотел, как Нансен, пройти, возможно, дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По привычке я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолете. Непонятно было только одно. Летом 1912 года шхуна Святая Мария вышла из Петербурга во Владивосток. Причем же здесь Северный полюс. На другой день еще до завтрака я побежал в Швейцарскую и позвонил Кать. Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс? Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивленное сонное мычание. Потом она сказала, нет, а что? Ничего. Он хотел от крайней точки Нансона добраться до полюса на собаках. Эх ты! Почему эх ты? О своем отце таких вещей не знаешь. Ты сегодня свободна? Иду с Киркой в зоопарк. В зоопарк. Валька давно звал меня в зоопарк посмотреть его грызунов, и это было бы просто свинством, что я до сих пор не собрался. Я сказал Кате, что встречу ее у входа. Кирка была та самая Кирен, которая когда-то читала Дубровского и доказывала, что Маша за него вышла. Она стала теперь огромной девицей с белокурыми косами, завязанными вокруг головы. По-прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда вместо возражений она начинала хохотать и так неожиданно громко, что все вздрагивали, а Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши. Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа, но его почему-то не было, а брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно. Наконец он пришел. Он покраснел, когда я ознакомил его с девицами и пробормотал, что боится, что грызуны это вам не интересно. Катя вежливо возразила, что напротив очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнес в защиту Евгения Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии и что это к нему. Тогда зоопарк был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие представляли собою самые обыкновенные покрытые снегом поля. Вальк сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и так далее. Но мы не видели никаких песцов и вообще ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово. Ему не терпелось показать нам своих грызунов, и он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь зоопарк потащил к какому-то грязноватому дому. В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом, во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны это обыкновенные мышь. Их было очень много, и все они были чем-то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши, и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька все говорил и говорил без конца. Мы слушали его с уважением, особенно Кирен, потом ее вдруг затрясло, и она сказала, что ненавидит мышей. Дура! тихо сказала ей Катя. Кирен засмеялась. Нет, правда, гадость, сказала она. Вальк тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше. Вот сколько! Посмотрим, хоть обезьян предложила Кирен. И мы пошли смотреть обезьян. Вот где была вонь. И не сравнить с Валькиными грызунами. Кирен объявила, что не будет дышать. Эх ты, а как же сторожа, сказала Катя. И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным видом. Это был Гайер Кулий. С минуту я сомневался, ведь я его больше десяти лет не видел. Но вот он выступил вперед и сказал своим густым противным голосом «Обезьяна, макака он!» Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал. Он постарел, нос стал какой-то утиной, и кудри были уже не те, редкие, грязные, седые, от прежнего молодцеватого Гайера остались только усы кольцами да угри. На груди и брюхе животного продолжал Гайер с хорошо знакомым мне назидательно угрожающим видом «Вы найдете сосцы, известные как органы молочного развития ихних детей». Он, он. Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул «Взгляни-ка на него». Она посмотрела «Знаешь, кто это?» «Ну, мой отчим». «Врешь». «Честное слово». Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать. «В следующей клетке вы найдете человекообразного обезьяну гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помрачение, когда он, как бешеный, носится по своему помещению. Бедный гиббон. Я вспомнил, как и на меня находило помрачение, когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры. Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошел с ума, но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай. Палочки должны быть попендикулярны, сказал я негромко. Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона. В следующей клетке, продолжал Гайр, вы найдете бесхвостую мартышку из Гибралтара. По развитию она как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладет про запас лакомые куски своей пищи. Ну, понятно, сказал я, каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением? Это еще вопрос. Я сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка опрыснула. Гайр замолчал и уставился на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое-то смутное воспоминание, казалось, мелькнуло в его тупой башке, но он не узнал меня. Еще бы. Мы их обеспечиваем. Уже другим, угрюмо деловым тоном, сказал он, каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь. Он похватился. Посмотрите на них сзаду, продолжал он, и вы увидите, что эта область является у них ненормально красной. Это не кожа, а твердая кора, вроде мозоль. Скажите, пожалуйста, спросил я очень серьезно, а бывают говорящие обезьяны? Кирен засмеялась. «Не слыхал», недоверчиво возразил Гайер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю серьезно. «Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани», продолжал я, «а потом ее выгнали, и она занялась воспитанием детей». Гайер снисходительно улыбнулся. «Каких детей? Чужих!» Она била их подставкой для сапог. Продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний. Особенно девочку, потому что мальчик чего доброго мог бы дать из дачи. Я говорил все громче, Гайер слушал, открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал. «После обеда нужно было благодарить ее!» Я отмахнулся от Киры, которая испуганно схватила меня за локоть. Хотя эта подлая обезьяна не работала, а жила на чужой счет и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она поступила в батальон смерти и получила за это двести рублей и новую форму. Она говорила «Речи!» Кажется, я заскрежетал зубами. А когда этот батальон разгромили, она удрала из города и унесла все, что было в доме. Наверное, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гайером и мной. Гайер пробормотал что-то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и заходили. «Саня!» повелительно сказала Кать. «Подожди!» Я отстранил ее. «Это счастье, что он удрал, потому что я бы его Саня!» Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову. Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Кать. Мне стало стыдно, что я так орал. «Пошли!» коротко сказала она. «Мы шли по зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что-то шепнула ей. «Подлец!» пробормотал я. Я еще не мог успокоиться. «Сегодня же передам через Вальку заявление в зоопарк. Зачем они держат такого подлеца? Он белогвардеец!» «Я теперь тебя боюсь!» сказала Катя. «Ты оказывается бешеный! Он даже губы побелели!» «Это потому, что мне хотелось его убить!» сказал я. «Ладно, черт с ним! Поговорим о чем-нибудь другом!» «Ну, как вам понравились гиббоны?» Глава восьмая балл При нашей школе была столярная мастерская и я работал в ней по вечерам. Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ и можно было хорошо заработать. Крестьянство в послеоктябрьской литературе было окончено. Я рассердился и написал его в одну ночь. Но у меня были и другие долги. Например, немецкий, которого я не любил. Словом, в конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток и то не катались. Лед был очень изрезан. С утра на катке тренировались хоккейные команды. Мы только выпили чаю в буфете. Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима. Нет, не написал. Но Валька говорит, что его все равно уже нету. А где же он? А черт его знает, сбежал. Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу. Но мне неохота было вспоминать об этом подлице, и я промолчал. Она все-таки спросила. Пришлось рассказать очень кратко о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец, и мать вышла за Гайра. Катя удивилась, что у меня есть сестра. А как ее зовут? Тоже Саня. Но еще больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энск. Сколько ей лет? Шестнадцать. Катя посмотрела на меня с негодованием. Свинья. Это действительно было свинство. И я поклялся, что напишу в Энск. Когда школу кончу, а сейчас что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив, здоров, неинтересно. Это была наша последняя встреча перед каникулами. Потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в шесть утра и садился за самолетостроение, а вечером работал в столярной. Случалось, что и до поздней ночи. Ну, вот кончилось полугодие. Одиннадцать свободных дней. Первое, что я сделал, позвонил Кате и пригласил ее в нашу школу на костюмированный бал. В афише было написано, что бал антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись к этой затее. И только два или три костюма были на антирелигиозные темы. Так Шура Кочнев, о котором пели в двенадцать часов по ночам из спальни выходит Качан, оделся ксензом. И очень удачно. Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл, а другие ребят просто волочили свои рясы по полу и хохотали. Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замерзшая, красная, как бурак, и сразу еще в раздевалке побежала к печке, пока я сдавал ее пальто и калош. «Отк мороз!» сказала она и приложилась щекой к печке градусов двести. Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком и над косой большой синий бант. Удивительно, как шел ей этот бант и синее платье, и тоненькое коралловое нитка на шее. Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем легкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли в актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую, но делать нечего. Я сделал вид, что мне все равно, и пошел к артистам в уборную. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился. я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать. Кто это? Вдруг спросила она с ужасом. Я посмотрел. Где? А вон рыжий. Ничего особенного. Это был только ромашка. Он приоделся и был в том самом галстуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем не дурен. Но Катя смотрела на него с отвращением. Как ты не понимаешь? Он просто страшный, сказала она. Ты привык и поэтому не замечаешь. Он похож на Урию Гипа. На кого? На Урию Гипа? Я притворился, что знаю, кто такой Урия Гип, и сказал многозначительно Диккенса. Катю провести было не так-то просто. Эх ты, Диккенса не читал, сказала она, а еще считаешься развитым. Кто это считает, что я развитой? Все. Я как-то разговарив с одной девочкой из вашей школы, и она сказала, Григорьев, яркая индивидуальность. Вот так индивидуальность Диккенса не читал. Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал, и только не читал про Урию Гиппа, но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. На этот раз меня опустили к артистам и даже дали работу — загримировать одну девочку подравина. Это была нелегкая задача. Я провозился с ней полчаса, а когда вернулся в зал, Катя все еще танцевала, теперь уже с Валькой. В сущности, это была довольно забавная картина. Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были черт знает, какие интересные вещи, а Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась. Но мне почему-то стало скучно. Кто-то нацепил мне на пуговицу номер, играли в почту. Я сидел как каторжник с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма. Довольно притворяться. Скажите откровенно, кто вам нравится. Пиши ответ номер 140. Так и было написано откровенно. Другое было загадочное. Григорьев — яркая индивидуальность, а Диккенса не читал. Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной. — У вас весело, — сказала она, — только очень жарко. Что, теперь станешь учиться танцевать? Я сказал, что не стану, и мы пошли в наш класс. Там было устроено что-то вроде фойе. По углам стояли бутафорские кресла, и с трагедией настал час. И лампочки были обернуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту, последняя в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем-то серьезном, кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, а я в доказательство привел ей какие-то данные сравнительной быстроты звука и света. Она была совершенно синяя. Над нами горела синяя лампочка, и, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глаза и поцеловал ее в щеку. Ого, как она рассердилась! «Что это значит?» — спросила она грозно. Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет, мы не знакомы или что-то в этом роде. «Свинство какое!» — сказала она с негодованием. «Нет, не свинство!» — возразил я растерянно. С минуты мы молчали, а потом Катя попросила меня принести воды. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию, как дважды два она доказала, что я к ней равнодушен, что это мне только кажется, и что если бы на ее месте в данную минуту была другая девушка, я бы и ее поцеловал. «Ты просто стараешься себя в этом уверить», — сказала она убежденно. «А на самом деле ничего подобного!» Она допускала, что я не хотел ее обидеть, ведь верно же, но все-таки мне не следовало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего не чувствую. «Никакой любви!» — прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела. Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полутемном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали, и я плавал, где я стоял у доски и доказывал теоремы на моей парте, в которой еще лежали скомканные валькины шпаргалки. Это было странно, но как хорошо! Не могу передать, как мне было хорошо в эту минуту! Потом мне показалось, что кто-то громко дышит в углу. Я обернулся и увидел ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что-то пробормотал и подошел к нам с вялой улыбкой. Григорьев, на что ж ты меня не познакомишь? Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы оба прыснули, а Катя сказала, что он похож не только на урию гипа, но еще на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. Она угадала. Ромашку в классе иногда дразнили совой. Мы вернулись в зал. Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил ее, как настоящий ксенц, и даже сунул к губам дрожащую руку. Танцы уже кончились, и началось концертное отделение, отрывки из ревизора, которого репетировал наш театр. Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я. По-моему, и она тоже. Я шепнул ей. Мы еще поговорим, хорошо? Она серьезно посмотрела на меня и кивнула. Глава девятая. Первое свидание. Бессонница. Это случилось со мной не в первый раз, что жизнь, которая шла одним путем, скажем, по прямой, вдруг делала крутой поворот, и начинались бочки и иммельманы. Название фигур высшего пилотажа. Так было, когда восьмилетним мальчиком я потерял перочинный нож возле убитого сторожа на понтонном мосту. Так было, когда в распределителе Нарабраза я начал со скуки лепить ляс. Так было, когда я оказался случайным свидетелем заговора против Кораблева и был с позором изгнан из дома Татариновых. Так было и теперь, когда я снова был изгнан, и на этот раз навсегда. Вот как начался очередной поворот. Мы с Катей назначили свидание на оружейном, уже стеной мастерской, и она не пришла. Все не ладилось в этот печальный день. Я удрал с шестого урок. Это было глупо, потому что Ильиху обещал после занятий раздать домашние сочинения. Мне хотелось обдумать наш разговор. Но где тут думать, если через несколько минут я замерз, как собака, и только и делал, что зверски топал ногами и хватался за нос и за уши. И все-таки это было дьявольски интересно. Как необыкновенно все изменилось со вчерашнего дня. Вчера, например, я мог бы сказать, Катька дура, а сегодня нет. Вчера я выругал бы ее за опоздание, а сегодня нет. Но еще интереснее было думать о том, что это и есть та самая Катька, которая когда-то спросила меня, читал ли я Елену Робинзон, которая взорвала локтометр и за это получила от меня по шее. Она ли это? Она, подумал я весело, но она была теперь не она, и я не я. Однако прошел уже целый час. Тихо было в переулке, только маленький носатый жестянщик несколько раз выходил из своей мастерской и смотрел на меня с пугливым, подозрительным видом. Я повернулся к нему спиной, но это, кажется, только усилило его подозрение. Я перешел на другую сторону, а он все стоял на пороге в клубах пара, как бог на потолке Эннского собора. Пришлось спуститься вниз, к Тверской. Уже пообедали, когда я вернулся в школу. Я пошел на кухню погреться и получил от повара нагоняй и тарелку теплой картошки. Я молча съел картошку и отправился искать Вальку. Но Валька был в зоопарке. Мое сочинение лихо отдал Ромашке. Я был расстроен и поэтому не обратил внимания на то, с каким волнением встретил меня Ромашка. Он просто завертелся, когда я вошел в библиотеку, где мы имели обыкновение учить уроки. Несколько раз он засмеялся без всякой причины и поспешно отдал мне сочинение. «Вот лихосел так лихосел», — сказал он заискивающе, — «на твоем месте я бы пожаловался». Я перелистал свою работу. Вдоль каждой страницы шла красная черта, а в конце было написано «Идеализм! Чрезвычайно слабо!». Я равнодушно сказал «дурак», захлопнул тетрадь и вышел. Ромашка побежал за мной. Удивительно, как он юлил сегодня, забегал вперед, заглядывал мне в лицо. Должно быть, он был рад, что я провалился со своим сочинением. Мне и в голову не приходила истинная причина его поведения. «Вот так лихосел!» — все повторял он. «Хорошо про него Шура Кочнев сказал. У него голова, как кокосовый орех, снаружи твердо, а внутри жидко». Он неприятно засмеялся и опять забежал вперед. «Иди-то к черту!» — сказал я сквозь зубы. Он отстал, наконец. Еще ребята не вернулись из культпохода, а я уже был в постели. Но, пожалуй, мне не следовало ложиться так рано. Сон прошел, чуть только я закрыл глаза и повернулся на бок. Это была первая бессонница в моей жизни. Я лежал очень спокойно и думал. О чем? Кажется, обо всем на свете. О кораблеве. Как я завтра отнесу к нему сочинение и попрошу прочитать. О жестянщике, который принял меня за вора. О книге Катиного отца «Причины гибели экспедиции Грили». Но о чем бы я ни думал, я думал о ней. Я начинал дремать, и вдруг с такой нежностью вспоминал ее, что даже дух захватывало, и сердце начинало стучать медленно и громко. Я видел ее отчетливее, чем если бы она была рядом со мною. Я чувствовал на глазах ее руку. «Ну ладно, влюбился, так влюбился. Давай-ка, брат, спать», — сказал я себе. Но теперь, когда так чудно стало на душе, жалко было спать. Хотя и хотелось немного. Я уснул. Уснул, когда начинало светать, и дядя Петя ворчал в кухне на Махмета, нашего котенка. Глава десятая. Неприятности. Первое свидание и первая бессонница — это была все-таки еще прежняя хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате, и неудачно. Подошел Николай Антонович. «Кто ее спрашивает?» «Знакомый». «А именно!» Я молчал. «Ну-с!» Я повесил трубку. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. «Кто ее спрашивает?»